Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить слоеный торт из блинов. Такой торт достаточно прост в приготовлении и станет отличным украшением любого праздничного стола. Блюдо не только вкусное, но и очень сытное. Вполне подойдет в качестве самостоятельного блюда. А начинка гармонично сочетается друг с другом. Отварим куриную грудку в течение 20 минут в несоленой воде. Затем мясо выложите на тарелку и дайте ему остыть. Образующуюся пену обязательно собирайте шумовкой. Займемся приготовлением блинов. В глубокую емкость вобьем 2 яйца. Добавим столовую ложку сахара и щепотку соли. Перемешаем венчиком до растворения сахара и соли до легкой пышной пены. В яичную смесь добавим просеянную муку. Слегка перемешаем венчиком. К муке вольем половину слегка теплого молока. Молоко вливаем и помешиваем венчиком. Венчиком хорошо перемешаем, чтобы разбить все комочки муки. Как только тесто стало однородным и без комочков, вливаем оставшееся молоко и тщательно перемешиваем. В тесто добавляем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла и перемешиваем. Тесто накрываем кухонным полотенцем и оставляем на 15-20 минут, чтобы разошлась клейка вина. Вот такой консистенции должно быть тесто, оно не густое и не жидкое. Если тесто жидковато, добавьте муки, если наоборот густое, долейте молока. Рецепт приготовления блинов я добавлю под видео в описании. Раскаленную сковороду смазываем растительным маслом и вытираем насухо салфеткой. Перемешиваем тесто, набираем чуть больше половины ополовника теста, наливаем на середину сковороды и круговым движением разравниваем по всей сковороде. Выпекаем блины на среднем огне до румяности. Как только края зарумянились и тесто стало матовым, переворачиваем. Вторая сторона жарится быстрее, в течение 5-6 секунд. Снимаем со сковороды и выкладываем на тарелку. Блинов должно получиться 10-12 штук, в зависимости от диаметра сковороды. Моя 24 сантиметра. Грибы промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на маленькие кубики. Репчатый лук мелко нарежьте. Укроп мелко нарежьте, также можно использовать другую зелень. На сковороде на среднем огне обжарьте лук до легкого золотистого цвета. К луку добавьте измельченные грибы и перемешайте. Обжаривайте на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится из грибов. На этом этапе можно добавить нарезанные на кусочки свежие помидоры. Накройте сковороду крышкой и тушите грибы на медленном огне в течение 15-20 минут. Затем к грибам добавьте нарезанные вяленые помидоры, базилик, соль по вкусу и черный перец. Помешивая, обжарьте все в течение 3-4 минут. Выключите огонь и добавьте нарезанный укроп. Остывшую куриную грудку порежьте на небольшие куски и измельчите в блендере. К измельченному куриному филе добавьте обжаренные грибы. Посолите и поперчите по своему вкусу. И тщательно перемешайте. Если масса суховата, добавьте немного куриного бульона, тот, что варилось в филе. Приготовим соус. В пиале смешайте сметану и майонез. По вкусу добавьте базилик, соль и черный перец. Все перемешайте. Приступим к сборке торта. В разъемное кольцо или разъемную форму положите на дно 2 блина. Форма у меня диаметром 22 см. Блины смажьте небольшим количеством сметанного соуса. Соус равномерно распределите. Сверху на соус выложите начинку. Примерно 4-5 столовых ложек. Равномерно разровняйте. Сверху начинку посыпьте слегка тертым сыром. Я использую сыр моцарелла. У него нейтральный вкус и отлично гармонирует с грибами. Так чередуйте все слои. Соус, начинка, сыр, блин, соус. Самый последний слой накрываем блином. Торт слегка прижмите, как бы утром будьте. Выложите сметанный соус и хорошо разровняйте по блину. В конце торт посыпьте тертым сыром. Запекаем торт в духовке при 180 градусах 20-25 минут. По желанию, за 10 минут до окончания можете включить режим конвекции для румяной корочки. Блинному торту дайте немного остыть. Снимите форму. Если форма плохо снимается, пройдитесь по кругу пластиковой лопаткой или аккуратно ножом. Для украшения посыпьте торт рубленной зеленью. Торт получается очень вкусный, советую вам приготовить. Это полноценное сытное блюдо. Если вам понравился рецепт, добавляйте в свою копилку. Всем здоровья и хорошего настроения. До новых встреч на канале Ната Кук.